привет я думаю многих из нас есть такие работы которые стоят очень давно они уже покрываются пылью нам очень жалко их выкинуть хочется где-то что-то переделать но мы конечно же боимся этого делать так вот у меня такая же работа которая покрылась видите уже пылью цветочки немножечко даже не немножечко так хорошо я думаю здесь так как работа стояла на кухне возможно здесь есть и жир шишки в пыли тыковки тоже я буду мыть эту работу покажу вам как я ее мыло чем я ее мыло и вообще как эту работу привести в порядок также я думаю что некоторые детали я отсюда уберу и что-то где-то добавлю в принципе это видео наверное на такую тему как свою старую работу превратить снова в новую красивую конечно вы скажете зачем этим вообще заниматься когда можно выкинуть там купить новую или еще что-то там или я это не умею делать почему бы и нет как по мне проще восстановить новую работу чем ее выкинуть тем более что очень часто в таких работах остается хорошие материалы сейчас в первую очередь я начну это все разбирать нужно конечно же сделать фотографию как она выглядела чтобы понимать и что скажу здесь все собрано на такую пену флористическую губку и все на термо клей все на термо клей это я тоже уберу и начну это все восстанавливать сама композиция выглядит очень красиво и я скажу так сильно я ее все-таки менять не буду убираю свечи и сам ящик тоже нужно будет помыть и хорошо почистить потому что он не совсем аккуратный обязательно фотографирую чтобы хоть приблизительно иметь понятие как она была собрана хотя можно этого и в не делать и начиная все разбирать здесь все цветы и шишки были приклеены и кстати я ошиблась это не пена это самый простой пенопласт который сверху покрашен черный цвет все убирать было бы очень удобно при помощи плоскогубцев я делала это старыми ножницами после того как я все разобрала я полностью чищу проволоку чтобы затем начать мыть свои цветы цветы я буду мыть в мыльной воде даже как в мыльной я взяла стиральный порошок разбавила его хорошо в воде и туда погрузила все цветы после чего начинаю вымывать руками хорошенечко черла также вымывала можно сказать эту пыль тыквы и шишки я мыла при помощи мягкой щетки потому что твердое может оставить вмятины как вы видите вода очень стала темная я хорошо споласкиваю все цветы и завязываю затем иду сушить сушила я просто на балконе разложив их на полотенце и оставляю в принципе все хорошо просохнуть как я тут сижу что-то разложила что-то только начала где-то собрала цветочки я смотрю что мои цветочки в принципе уже и высохли и конечно же сейчас они выглядят намного свежее намного лучше потому что уже совсем сильно покрыли жиром особенно вот эти всякие листья были прямо сильным таким налетом а сейчас они хорошенькие и красивые только эту штучку еще надеть туда не смогла с первого раза и сами тыковки тоже теперь они гладкие и в них не чувствуется жир что самое самое важное потому что когда композиция стоит на кухне все покрывается жиром мыть можно как стиральный порошок также кстати можно использовать жидкость для мытья посуды почему бы и нет а шишки шишки они сейчас немножечко еще подсохнут они видите я их засунула воду они начали скручиваться так что шишки сейчас у меня подсохнут на солнышке специально сюда на солнышко положила просто что я этого кстати может они сейчас и красивее еще и по раскрывается после воды потому что некоторые были какие-то такие но не совсем красивые и посмотрю что то добавлю что-то поменяю и эта композиция сама ящик тоже уже подсох осталось совсем чуть-чуть подсохнет и пойду дело дальше саму композицию я делал для своей тети это ее работа покупная работа цветочками уже высохли пока жду пока раскроются там шишки и все остальное что еще она мне дала у нее в ванной комнате стояла знаете в таких типа вот такого такие более красивые штуки и там были арома наборы которые я покупала подобные я сейчас перебрала шишки которые там были их надо тоже очень хорошо вымыть вот такие какие-то штуки тоже там были ротанговые шарики тоже это все нужно помыть и в принципе их тоже можно использовать в работе не обязательно все выкидывать когда она хорошо выглядит потому что здесь у меня в поцете я по выкидывала вот всякое такое то то что поломалась и все-таки не очень красивые шишки это идет на мусорку потому что с ним уже ничего не сделать а вот это я точно также помою или можно будет использовать работе потому что уж вот эта шишка она вообще вся в пыли там еще такие штуки были я не знаю что это такое сейчас кстати подумала можно вместо тех шишек мне добавить вот эти они крепкие не разваливаются таким алайский кедр целые шишки может их добавить как дополнительную даже цветами принципе смотреться должно неплохо сейчас подумаю мой ящик тоже хорошо просох я беру наждачную бумагу и со всех сторон зачищаем после чего даже сам ящик становится немножечко светлее и более аккуратный при желании можно конечно же покрасить свой ящик покрыть лаком я этого же делать не буду полностью убираю всю пыль и акриловой краской крашу внутреннюю часть да можно этого не делать но для меня принципиально важно чтобы работа была со всех сторон красивая покрасила акриловой краской и оставляю хорошо просохнуть сами цветы в том месте где у меня нет проволоки я приклеиваю проволоку можно использовать кстати и деревянные шпажки и также со всех цветочков везде где остался у меня клей я его тоже убираю также у меня есть вот таких 2 декоративных как оказалось это тыковки которые как-то специальным способом засушены это мы выяснили с моими подписчиками под одним из прошлых видео по цвету они очень здорово сюда подходит поэтому я сверху приклеиваю проволоку и буду добавлять свою работу моя краска полностью высохла и начинаю все собирать некоторые материалы я сразу приклеила на термо клей но в принципе работу никто в стороны шатать не будет ничего оттуда не вылетает поэтому потом я просто вставляла все оставшиеся листья также я добавила и большие шишки те которые были до шишки гималайского кедра я не добавляла потому что они очень большие и мне показалось что круглых деталей здесь будет перебор поэтому использовала те же самые шишки также у меня была зеленая веточка зелени ее тоже добавлю шишки просохли маленькие шишки высохли хорошо а одна из больших шишек не совсем но это ничего страшного просохнет уже в работе кстати что я заметила если шишки вас некрасивой формы намочите их затем они высохнут и обязательно примут другую форму так постепенно я заполнила всю композицию и казалось бы добавил совсем немножко материалов она уже выглядит совершенно по-другому по окончании своей работы я добавила еще гортензии потому что но лично для меня мне казалось что в старой композиции было маловато декоративных материалов поэтому я еще добавила и белую гортензию и на этом все ну что кажется я ничего особого тут и не делала но мне очень хотелось показать что любую композицию в принципе можно восстановить шишку я сюда добавила на все закрыты она сейчас за сутки раскроется хорошо свечи у меня тетя будет заменять потому что здесь видите сколотой свеча просто что я сказал грудайте я заберу со свечами чтобы вообще было понятно сама композиция как идея композиции вообще здорово кстати в магазинах вот такие поставки продаются отдельно я видела для даже на ножках и их тоже можно использовать тем более что в работать видно их совершенно не будет ящик может быть совершенно любой я почистил и вот он сейчас светленький можно покрыть лаком можно сделать я бы если честно даже добавила сюда какую-нибудь надпись вот вот серьезно мне кажется смотрелось бы здорово но у меня была как это просьба и и переделать чтобы она не была яркой чтобы она была всесезонной потому что она постоянно стоит на холодильнике так что я думаю что помыла почистила заменила некоторые не я ничего не заменяла добавила буквально несколько деталей и все композиция новенькая и чистая на это моя работа готова также подписывайтесь на мой телеграм-канал на мой второй канал на мой boost и patreon если вы хотите поддержать меня и мое творчество все ссылки есть в описании ну а на этом все увидимся с вами в следующем видео пока пока а